Приветствую всех заглянувших. В этом видео вы можете узнать мои впечатления о недавно прочитанной мной книге Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре». Это может показаться странным, но данное произведение – это первая книга, с которой я начала знакомство с творчеством Жюля Верна. Как-то в моей юности книги этого автора прошли мимо меня, хотя его имя всегда было на слуху. Перед тем, как начать делиться мыслями о прочитанном мной произведении, мне хочется немного заострить внимание на моем экземпляре этой книги. Мною была прочитана книга, не только была прочитана, но и находится в моей библиотеке, это мой личный экземпляр, которая выпущена издательским домом Мещерякова из серии «Переживая заново». Данная книга вызывает у меня неподдельный восторг, потому что страницы этой книги как будто состарены, иллюстрации напоминают гравюры из антикварных изданий. Создается впечатление, что я держу в руках первое издание данной книги и мысленно переношусь в XIX век. Мне думается, что такое внимательное отношение к мелочам при оформлении помогает читателю дополнительно укунуться в книжное повествование. Поэтому, если кто-то еще думает о приобретении данного произведения в свою домашнюю библиотеку, то я настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому изданию, оно еще имеется в продаже. Само же произведение вызвало у меня огромное количество эмоций, потому что Африканский континент привлекает меня не первый год в плане исследований, его истории. Если кратко, то в данной книге рассказывается о путешествии на воздушном шаре через всю Африку. Мы вместе с нашими героями переносимся в 1862 год. В течение всего повествования можно много узнать об истории исследования континента в XIX веке. Только по сути, в художественной форме. Жюль Верн раскрывает имена реальных путешественников и их открытия, разбавляя повествования о вымышленными приключениями своих собственных героев. Книга читается очень легко и поистине увлекает свой мир, держа в напряжении до последней страницы. Хочется сказать, что «Пять недель на воздушном шаре» — это книга не только о приключениях и путешествиях. Эта книга об истинной дружбе, бесстрашии, мужестве и умении переносить все решения и ограничения с большим настоинством. Со смекалкой выпутаются из разнообразных ситуаций. А сейчас будет небольшой спойлер. Если подстроить данное произведение под современные реалии, то можно отметить, что эта книга местами может показаться весьма нетолерантной. Как один из примеров, когда главные герои, нисколько не переживая, легко убивают слона, даже не думая найти другой выход из создавшейся ситуации. Но в целом это хорошая приключенческая книга. И я считаю, что найдется немало людей, которым она не может не понравиться. Но только разве, если данное произведение не является для них читабельным, потому что это не их жанр или по каким-то еще причинам. Спасибо за внимание. И я буду рада, если кому-то данное произведение доставит столько же приятных эмоций и минут, как доставил и мне.